Михаил Петрович Голубев родился 4 августа 1887 года в Москве в семье священника. Поначалу семья жила на Поварской улице. В 1890 году родители переехали в село Еремеево Звенигородского уезда Московской губернии, где отец служил священником. Михаил пошел по его стопам, поступив в Звенигородское духовное училище, которое окончил в 1903 году, а затем в Вифанскую духовную семинарию, которую окончил в 1910 году по первому разряду. После этого Михаил Петрович был учителем Никольско-Богоявленской церковно-приходской школы Московского уезда, в том же году перейдя на должность надзирателя Звенигородское духовное училище. С 1911 по 1914 год он служил домашним учителем троих детей Звенигородского уездного предводителя дворянства Павла Михайловича Граба. Сопровождая семью помещиков Швейцарии в 1912 году, Михаил Петрович жил там шесть с половиной месяцев. По возвращении из Швейцарии в ноябре того же года проживал в поместье семьи Граба в Кораллово. После женитьбы на девице Софье Ивановне Михаил Петрович был рукоположен сначала во дьякона, а в 1914 году во священника к церкви святого Александра Невского в селе Холм русского уезда Московской губернии. У отца Михаила и матушки Софии родился сын Дмитрий. Позже в семье священника родилось еще двое детей. До 1917 года священник был заведующим и законноучителем школ в селе Холм, а также деревни Сельцы и Ханева. В программе были закон Божий, церковное пение, церковно-славянский язык, русский язык, отечественная история, арифметика, геометрическое черчение, музыкальные занятия на скрипке и балалайке. При школе имелась пасека, где ученики привыкали к обращению с пчелами. После революции начались гонения на православие. Достоверных данных о месте служения отца Михаила до 1920 года нет. Указано лишь то, что он служил в одном из сельских приходов русского уезда Московской губернии. Возможно, этим приходом и оставалась Александриневская церковь села Холм. В 1920 году священник был переведен в церковь Ильи Пророка в селе Ильинское, Можайского уезда Московской губернии. В дни лишений и гонений 19 октября 1921 года отцом Михаилом была написана «Молитва во дни Глада». В 1927 году батюшка был возведен в сан протоиерея. В эти годы он имел дом с надворными постройками, корову, лошадь и телить десятин земли. В 1928 году корову и лошадь пришлось продать, а дом был отобран. По причине изъятия властями имущества, в том же году протоиерей Михаил с семьей был вынужден переехать в одно из сел Истринского района Московской области, где служил следующие два года. В 1930 году священник был перемещен к церкви Рождества Христова в селе Рождествено того же района. На новом месте служения безбожные власти продолжали преследование батюшки и в марте 1931 года арестовали его. Тогда отец Михаил провел в изоляторе Истринской тюрьмы три дня и был освобожден из-под стражи. В 1932 году протоиерей Михаил Голубев был переведен к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области, где прослужил следующие четыре года. Безбожные власти продолжали закрывать храмы, вынуждая духовенство терпеть все больше и больше лишений. В 1936-1937 годах батюшка служил в церкви Николая Чудотворца в селе Голенищево Клинского района Московской области. В июле 1937 года отец Михаил был переведен на свое последнее место служения – Церковь Рождества Христова в Черкизово Солнечногорского района Московской области. 20 марта 1938 года протоиерей Михаил Голубев был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. 2 июня того же года тройка НКВД по Московской области по статье 58 пункту 10 Уголовного кодекса священник был приговорен к высшей мере наказания. Протоиерей Михаил Голубев был расстрелян 27 июня 1938 года на полигоне Бутова под Москвой и погребен в известной могиле. 24 июля 1989 года Михаил Петрович Голубев был реабилитирован. Имя отца Михаила упоминается в деле священника Владимира Нарского в связи с разбирательством по поводу фальсификации следственных дел сотрудниками Солнечногорского отделения милиции Московской области.